Привет, дорогие друзья! Снова с вами Зомбироз. Мы возвращаемся к серии роликов ТОП-5. После выхода ТОПа 5 по внеклассовым стволам было много вопросов, и один из них — почему нет дробовиков? Поэтому сегодня у нас ТОП лучших дробовиков за всю историю серии игр Battlefield. Рекомендую вам предложить ТОПик для будущих выпусков в ТОП-5 по Battlefield. Открывает ТОП компактный дробовик под названием Shorty 12. Он попал на 5 место только за то, что он первый дробовик, который выступает в качестве сайдарма, а не основного оружия. Конечно, это не 870-ый, который может работать на любой дистанции. У Shorty нет выбора патронов, и он обладает трубкой всего на 3 патрона, но его темп стрельбы и невероятно быстрая перезарядка позволят вам комфортно себя ощущать в бою на экстремально малых дистанциях. Конечно, это не Диггл, который может заменить основной ствол, но в ситуациях, когда патроны кончились, он хорош и вполне может справиться с тремя противниками. Главное — нужно стрелять очень точно, так как в Shorty не прощает ошибок. 4 место занимает дробовик, который простит любую ошибку — USAS-12 из Battlefield 3. Несмотря на серьезный нерф, который практически убил этот дробовик, он все равно остается очень опасным, особенно если вы его используете с БПС. И единственным минусом этого дробовика можно назвать только количество дробинок и игл в патроне. Но все окупает невероятный темп стрельбы и высокий урон при использовании любого типа патронов. Темп стрельбы, 300 выстрелов в минуту и урон БПСов делают USAS настоящей мясорубкой — идеальным вариантом для коротких и средних дистанций. Очень жалко, что данный дробовик в Battlefield 4 перенесли в разряд батлпикапов, а в хардлайне его вообще нет. Будем надеяться на его возвращение или появление его брата АА-12. 3 место занимает африканский монстр NS-2000. Его можно назвать лучшим помповым дробовиком серии игр Bad Company. Что в первой части он наводил ужас, что в Bad Company 2, где появилась возможность выбирать разные типы патронов. NS-2000 с БПС патронами был самым опасным дробовиком за счет невероятного урона в 100 единиц и небольшого финта с перезарядкой. При отмене перезарядки патрон досылается мгновенно и благодаря этому увеличивался темп стрельбы с 50 до 85 выстрелов в минуту. Это была настоящая гроза для всего живого. Его боялись снайперы, десант и пилоты вертолетов. Эффективность была невероятная. Этот дробовик мог перестрелять все как на короткой дистанции, так и на экстремально дальних дистанциях. 2 место занимает самый старый дробовик серии игр Battlefield. Сайга. Впервые он появился в Battlefield 2 и стал самым первым за всю историю игр Battlefield полуавтоматическим дробовиком. Затем он появлялся во всех частях Battlefield, которые были посвящены современной войне. Но самым злым и невероятно сильным оказался вариант из Battlefield Bad Company 2. Там Сайга как и NS2000 была имбой. Главная фишка этого варианта Сайги может назвать темп стрельбы в 300 выстрелов в минуту и высокий урон. При использовании БПС патронов у Сайги был урон как у Гаранта или М14. Суммарный урон дроби составлял 85 единиц. Но при использовании Магнум патронов урон увеличивался на 25%. И на дистанции до 12 метров был гарантированный ваншот. Дробовик был, кстати, единственным полуавтоматическим. А его конкурентом можно назвать только ЮСАС, который был автоматическим. Но отдача ЮСАСа оставляла желать лучшего. И многие игроки отдавали предпочтение именно Сайге. 1 место. Remington 870 из Battlefield 3. Это лучший помповый дробовик в Battlefield 3. И, наверное, лучшая вариация самого 870. Настолько удобного, мощного и вариативного дробовика нельзя найти в Battlefield 3. Все же Battlefield 3 и Bad Company 2 можно назвать золотым веком для дробовиков. Гибкая система кастомизации позволяла из 870 делать смертоносную машину для убийств на короткой дистанции, снайперскую винтовку для оббоя на дальних дистанциях и просто мощный дробовик для средних. При этом 870 попадал вам в руки по достижению первого ранга в игре. Это очень приятно, когда такие эффективные пушки становятся доступными сразу из коробки. Вы только что видели мой топ 5 лучших дробовиков за всю историю в Battlefield. Жду ваши топы в комментариях к этому видео. Но думаю на этом все. Спасибо, что смотрели. Оставляйте топики для следующих топов 5. Ставьте лайки, репостите. Увидимся на поле боя. Пока.